МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Или все-таки шпионские игры, где НЛО всего лишь отвлекающий маневр? Об этом в проекте «Галактические разведчики» прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 сентября 1984 года в воздушном коридоре над Минском НЛО напал на пассажирский самолет. В 4.10 утра экипажи двух Ту-134 гражданской авиации, идущих в одном эшелоне, заметили на горизонте круглый объект ярко-желтого цвета. Через несколько секунд он превратился в крест. Странный объект выпустил ослепительный белый луч по одному из лайнеров, а затем исчез. Это излучение стало смертельным для экипажа. После приземления командир воздушного судна скончался. Другой пилот был списан по инвалидности, а у бортпроводницы обнаружили неизвестное заболевание. Этот случай расследовали несколько авиационных комиссий. Все их выводы были строго засекречены. Впрочем, никто до конца так и не разобрался в природе странного явления. История о воздушном ЧП над Минском попала в газеты. Правда, через три месяца. В январе 1985-го в газете «Труд» о странном случае в воздухе вышла статья с заголовком «Ровно в 4.10». Она была лишена подробностей. Но даже этой скудной информации было достаточно, чтобы люди поверили и осознали. Внеземной, чужой и опасный разум уже где-то близко. 1987 год. Якутия. Город Мирный. Военная база. Офицер Николай Рогозенко закончил работу поздно вечером. Как он вспоминает те странные события, при выходе из ангара его охватило странное ощущение беспокойства. Офицер поднял голову и увидел прямо над собой огромный ярко-желтый диск. Ангар закрываю, и там этот козырек, вдруг из-за него появляется такой диск, ну, трудно сказать, что можно сравнить его. Это от меня до края диска, если было метров 25-30, то диаметр его был где-то 50-60. Прямо вот на высоте буквально 20 метров. И что интересное явление, по краям диска твоего орбите, или как сказать правильно, огромные языки пламени. Треугольники ярко-оранжевого света опускались почти до земли. По словам Николая Петровича, он неожиданно потерял ощущение своего веса. Тело стало подниматься и затягиваться вверх, внутрь НЛО. Объект начал удаляться от земли. Сквозь прозрачное дно космического корабля Николай Рогозенко увидел, как внизу мелькали огни городов. Я просто посмотрел, понимаю, что это уже, если я сейчас упаду, то тут уже не один перелом будет. Но я оказался на неизвестной какой-то неведомой площадке, потому что я вижу землю, а я вроде стою. И вижу, как земля уносится с такой скоростью, что на всех, каких я летал, намного превышает. Как рассказывает Николай Петрович, внутри корабля были двое гуманоидов. Он не видел их лиц, но отчетливо слышал голоса. Это была телепатическая беседа. Пилоты НЛО спросили, хотел бы он увидеть, как земля выглядит из космоса на самом деле. Когда офицер ответил согласием, корабль резко развернулся и взмыл ввысь. И вот так идет такая дуга. Я ориентируюсь хорошо на широтах меридианах. В общем, до Питера был первый бросок. Потом через Львовскую и Молдавию Крым второй. И через Казахстан, Урал, обратно опять в Якутию. Ну, по моим измерениям, это было 10-15 минут, это максимум. Но я напоминаю, что начало это было где-то в районе 23 часов. Затем пришельцы спросили, не хотел бы он покинуть Землю и оказаться на другой планете. Николай спросил, может ли он взять с собой жену и ребенка или хотя бы попрощаться с ними. Пришельцы ответили отказом. Тогда Николай Петрович заявил, что никуда не полетит. И внеземное наваждение спустило его тело вниз по лучу, а само сгинуло в небесах. И я вдруг стою на земле. То есть не было никакого ощущения падения, какой-то лестницы и так далее. И первое, что меня, конечно, потрясло, когда я открываю дверь, у меня висели часы с кукушкой. И первое я вижу, половина шестого утра. Ну, ребята, я думаю, что тут объяснять лишнего не надо. Если бы это был сон, это еще понятно. Здесь полностью все физическое явление с дотрагиваниями, со всеми ощущениями. Исследователи НЛО проанализировали опыт похищения людей внеземными существами. Лучи, которые бьют из днища НЛО, являются основным манипулятором. Когда луч используется для похищения человека, он пустой внутри. Его нижняя часть при этом может стать и круглой, и овальной, и квадратной, и даже шестигранной. Эти лучи могут даже изгибаться. Лучи НЛО различаются по цвету. Белые лучи – это исследовательские сканеры. Голубыми обычно похищают биологические объекты. Розовыми и оранжевыми выкачивают кровь. Зелеными рисуют круги на полях. Красные – радиоактивные, они оставляют ожоги. Человеческое тело с помощью этих лучей может проникать сквозь стены. И в итоге оказывается на НЛО. Мы имеем некие технологические эксперименты, испытания новых технологий, которые мы воспринимаем как НЛО. И, соответственно, у них прикрытие такое. Есть действительно реальный феномен, связанный с чем-то, что присутствует параллельно человеческой цивилизации. Феномен НЛО считается порождением 20 века, когда технические прогрессы, научная фантастика сделали колоссальный рывок вперед. Однако на самом деле недавно появилось только название – неопознанные летающие объекты. А сама тайна НЛО – древнее, чем человечество. Первые упоминания об инопланетных кораблях находятся в древнеегипетских папирусах. Кроники фараона Тутмоса III рассказывают об огненных шарах, которые 3,5 тысячи лет назад летали над расположением войск. Библейский пророк Иезекииль примерно в 600 году до н.э. видел корабль удивительной конструкции. А святой Енох даже бывал вознесен или похищен в места обитания богов. В прошлом была некая цивилизация, працивилизация, если угодно, и она владела некими технологиями. Античные труды пестрят описаниями летательных аппаратов. Из средневековых записей известно, что в 1566 году в небе швейцарского города Базель наблюдалась битва двух видов НЛО. Эта история запечатлена в гравюре. Подобные свидетельства хранят и другие изображения. В Испании и Италии находятся фрески 15 века, где изображены святые в скафандрах, а над Девой Марией и младенцем Иисусом видны странные объекты. А святого Антония однажды встретили ужасные бесы с пустыми черными глазами и сморщенными телами. Они вышли из горящей колесницы, прилетевшей прямо из ада. В архиве Российского государственного исторического музея найдена рукопись 1808 года, где описывается НЛО над московским Кремлем. И в 2009 году огромный корабль в виде пирамиды снова появился над сердцем столицы. В том, что их много сейчас появилось, наверное, то, что мы их начали все-таки и считать, и замечать. Раньше не замечали ведь никто. Пролетает какой-то шар, но и пустит из себя. В начале 70-х годов произошло событие, о котором все участники поклялись молчать до самой смерти. Лишь недавно один из них, будучи в весьма преклонном возрасте, открыл эту тайну, но строго запретил называть имена. В Москву летел самолет. Спецрейсом возвращались участники комиссии по расследованию авиакатастроф. До аэродрома оставались считанные километры. И тут самолет попал в облачность. Плотный, как молоко, туман. Не видно низги. На обратный путь не хватит горючего. Придется приземляться вслепую, не видя даже посадочных огней. А лишняя капля в баке при ударе грозит взрывом. Командир воздушного судна принял решение. Кружить над предполагаемым местом посадки, выжигая топливо. Каждый на борту понимал, что ситуация критическая. Уже на подлете к Москве, и, в общем-то, больше лететь, как сказать, горючего больше нет. Но попадает в облачность абсолютное молоко, туман такой. Вот пытаются выше, ниже. На облаков никак не получается. Значит, прибор это работает, все нормально. Но садиться это очень опасно, потому что молоко, не видно ничего. В этот момент перед носом самолета возник гигантский НЛО. Пилоты воочию наблюдали аппарат в форме летающей тарелки. Потрясенные летчики видели, как на поверхности объекта возникают яркие символы. Прямо по курсу рядом с самолетом возникает вот то, что называется в обыденном, так сказать, языке летающей тарелкой. И на нем возникает на горбусе как бы прямоугольник такой, типа экрана. А на этом экране надпись. Follow me. Эта фраза на английском языке «следуй за мной». Потом перед НЛО туман раздвинулся в квадратное окно безоблачного пространства. Тарелка нырнула туда. Экипаж недолго думает тоже. На последних литрах горючего самолет приземлился точно на взлетную полосу. А загадочный объект, указавший дорогу, исчез так же внезапно, как и появился. Все, кто был на борту, посовещавшись, решили сохранить случай в тайне. Но с тех пор каждый из них жадно искал любую информацию об НЛО и мечтал понять, с кем же имел дело. То, что возник вот этот вот сигнал на борту, вот это о многом говорит. Это говорит в частности о том, что все споры относительно разумности НЛО, целей так называемых инопланетян, хотя я не считаю, что только к инопланетянам это все надо относить. Параллели или миры, или еще что-то такое. Но разумные силы некие. С начала 20 века на столы руководителей самых разных стран то и дело ложились новые донесения о таинственных летающих объектах. Их видели над Европой и Африкой, над Китаем и Аляской, и в небе над Россией. Озадачены были летчики всех национальностей. Загадочные светящиеся объекты то и дело сопровождали их в полете, оставаясь абсолютно неуязвимыми для любого оружия. Скорость их была фантастическая. Маневры немыслимыми. У них летающие тарелки делятся на гравитационные, и те, которые летают при помощи антигравитации. И летающие тарелки или сигары, сигарообразные так называемые, они в основном летают за счет взаимодействия с магнитными полями планеты. На сегодняшний день у нас у человечества нет технологий, которые могли бы нам помочь в этом направлении. Объекты казались не такими уж безобидными. Они не вступали в бой, но и к себе близко не подпускали и даже защищались. С этим не раз сталкивались советские военные, особенно летчики. Они блокируют какое-то вообще излучение. При этом, вот эта вот плазменная оболочка, она, понятное дело, несет функции высокоэнергетические, в том числе защитные функции, потому что, я думаю, что она неуязвима с точки зрения применения того же кинетического оружия или примитивного энергетического оружия, не беря в себя там какие-то волновые излучения. Военный летчик-испытатель, герой СССР Николай Антошкин отлично разбирается в самых секретных и новейших моделях самолетов и может отличить их от НЛО. Он утверждает, что воздушное пространство заполнено не только земными аппаратами. Вот лишь один из эпизодов, который это доказывает. Я, например, первый раз наблюдал еще на Дальнем Востоке, когда нас в 1969 году перебросили в район Даманских. Это было еще до захода солнца. Я уже выполнил первый полет и находился на земле. И в это время увидел в районе примерно, как показалось, дальнего привода, а дальний привод от полосы примерно конца полосы 4 километра. Вот светящееся такое овальнообразное явление. Летчику показалось, что это горит кто-то из его коллег. В радиоэфире стало беспокойно. Руководитель полетов запросил по рации состояние своих летчиков. Все находящиеся в воздухе сообщили, полеты проходят в штатном режиме, пожара нет. Тогда решено было направить на исследование объекта самолет-разведчик МиГ-21. Когда до НЛО оставалось 1,5-2 километра, он резко сменил курс и с невероятной скоростью ушел от преследования. Как показалось, почти под углом 90 градусов. Ну, не под углом на самом деле 90, а может 70, может это с колоссальной скоростью начало исчезать. Ну, может, пошли секунды какие-то, превратилось в маленькую точку, а потом совсем исчез наш глаз. Всем очевидцам этого события стало ясно. Обычный аппарат не может передвигаться с такой колоссальной скоростью. Огненный эллипсоид показал маневры, которые даже новейшим кораблям были недоступны. Летчики долго обсуждали, что же такое они видели. Этой историей заинтересовался КГБ СССР. Куратор авиаполка собрал личный состав и сказал, напишите объяснительные об увиденном. Через месяц после обобщения всех данных, летчиков собрали еще раз. Он сказал, значит, прекратите все эти разговоры, это была шаровая молния там. Регулярно НЛО появлялись над военными аэродромами. Одно из таких событий сняла съемочная группа августовским вечером 61-го года на одном из латвийских аэродромов. Объект, по сути, проявился, ибо никто не заметил, чтобы он откуда-то прилетел. Он был ярко освещен солнцем и на фоне голубого неба выглядел особенно контрастно. Совершенно четко проявлялась геометрия фиолетового треугольника. Так продолжалось несколько минут. Затем внутри НЛО стали происходить интенсивные движения. Прошло еще немного времени, и объект внезапно потух. Не улетел, не удалился за горизонт, а просто из видимого мгновенно стал невидимым. Только через четверть века, в период перестроечного рассекречивания, кинопленку с уникальными кадрами удалось разыскать в спецархивах. Тщательный анализ киноматериала провели крупные ученые под руководством члена-корреспондента Академии наук Всеволода Троицкого. Они определили параметры Рижского треугольника. Его сторона составляла более 200 метров, и он висел на высоте около 20 километров. И это не единственный случай. Август 1967 года. Севастополь. Солнце еще не взошло, а Лев Вяткин уже сидел в кабине своего самолета. Перед заступлением на боевое дежурство он проверял приборную доску. Это всегда по инструкции делается перед вылетом. Неожиданно кто-то тронул его за плечо. На крыле или на стремянке стоял техник Емельянов. Он у меня по плечу похлопал и говорит, командир, ты посмотри, какая бандура летит. На высоте примерно 10 километров по горизонту медленно двигался светящийся шар. С земли он казался настолько крохотным, что его можно было закрыть большим пальцем. Все находящиеся на аэродроме испуганно замерли. Я доложил командному пункту и говорю, разрешите мне взлет. У меня же кинопулемет, я хотел сфотографировать. Там пауза была, долго молчали, они соображали. И двигатели не запускать, запрещаем взлет. Я потом позвонил по телефону, говорю, чего же вы такой интересный случай. По рации Вяткину ответили, что американский пилот в похожей ситуации подлетел к летающей тарелке, чтобы ее обследовать. Больше никто ни самолета, ни пилота не видел. Это была не единственная встреча советского летчика с НЛО. Вторая произошла в том же году, но уже в небе. Примерно в 11 часов ночи 20 километров мористей Ялты меня угораздило опять встретить это НЛО, которое выпустило луч. Я левым крылом задел этот луч. Самолет это воспринял как удар. Стрелки начали зашкаливать. Но от удара крылом луч рассыпался. Знаете, очень похоже на те брюски, когда во время фейверка в Москве вот взрыв, а потом вот это мигание и падают эти светящиеся звездочки. Похоже. Луч оказался твердым, но повредить самолет не сумел. Вяткин пролетел дальше, развернулся и стал искать объект, с которым столкнулся. Никакой летающей тарелки уже не было. Пилот доложил на командный пункт о выполнении задания, вернулся на аэродром и отправился отдыхать. Но авиатехник Льва Вяткина заметил какое-то свечение на левом крыле. И КГБист приезжал из Севастополя и мыл керосином, и приказал мне помалкивать. Я говорю, что ж ты мне сразу не сказал? Он говорит, ну, раз приказали молчать, я говорю, ну летчику-то надо было сказать. Ну, вот это вторая страна. Значит, после удара луч НЛО крыло светилось. По какой причине физической установить не удалось? Государство Пуэрто-Рико – маленькая южноамериканская страна. Она соседствует с США и имеет с ними особые экономические отношения. Самое большое озеро – лагуна Картахена. В 1987 году рядом с ним прогремел подземный взрыв, после чего над озером стали постоянно видеть НЛО. Разных размеров и форм они ныряли в воды или возникали оттуда. На исследование этих аппаратов неоднократно посылались самолеты-истребители ВВС США. Их судьба печальна. Земные аппараты были либо втянуты в корабли НЛО, либо атакованы лучами, исходившими из неземных аппаратов. Спустя два года правительство США объявило район вокруг озера охраняемой заповедной зоной сроком на 50 лет. Вокруг этого места постоянно несут службу американские пограничники. Район патрулируется боевыми кораблями и самолетами ВМФ США. Официально же было объявлено, что запрет вводится в связи с установкой аэростата радиотехнической разведки с целью борьбы с ввозом наркотиков. Но местные жители уверены, что в водах озера скрыта более зловещая тайна. Часто здесь видят и самих пилотов НЛО, маленьких, уродливых серых человечков. Они выходят на поверхность и иногда вступают в контакт с жителями деревни. Территория Пуэрто-Рико граничит с самой страшной аномальной зоной мирового океана, Бермудским треугольником. Контрадмирал Юрий Бекетов избороздил эту территорию на глубине. Он прошел долгий путь от рядового до командира ракетной подводной лодки стратегического назначения. Я в основном плавал в Атлантическом океане, вдоль побережья США. Туда я шел либо Датским проливом, либо между Исландией и Фарерским островами. Цель у меня была нанесение ядерных ударов по наземным объектам. В годы Холодной войны факты загадочных аварий и исчезновений морских и воздушных судов в этом районе замалчивались. Еще меньше о них было известно по другую сторону океана, в Советском Союзе. Хотя спецслужбы знали об аномальной зоне в Бермудском треугольнике. Однако Юрию Флавиановичу за десятилетия службы не удалось зафиксировать изменения магнитных полей или пережить любые другие паранормальные события. Кроме одного случая. Однажды акустики на глубине 120 метров поймали сигнал от неизвестного подводного объекта. Сигнал очень быстро менялся. Они стали определять скорость его. Скорость составляла порядка где-то 220-230 узлов. Это примерно 410 километров в час. В те времена, да и сейчас, с такими скоростями, то, что сделано человеком, не ходит. Не ходит. Ни торпеды, ни ракеты. Нет. Просто это... Потому что это совершенно... Это сопротивление. Это большое сопротивление воды. Неопознанный объект стремительно приближался к советской субмарине. Он показывал фантастические характеристики движения и маневры. Ни один из офицеров на борту не знал, что думать и какие приказы отдавать. Значит, он обошел нас, вокруг обошел, два, по-моему, или третий раз, значит, два раза он обошел, значит, и третий раз он от нас отошел. Сведения об этом происшествии были записаны в вахтенный журнал и доложены в Москву. Количество появлений НЛО во всем мире резко возросло после Второй мировой войны. Это принято объяснять тремя вероятными причинами. Первое. Гитлеровцам все-таки удалось создать летательные аппараты в форме диска, чертежи которых потом достались США. Второе. Гонка вооружений способствовала созданию альтернативных видов оружия и кораблей. И третье. С началом ядерной эпохи появилась угроза для планеты. И это вызвало повышенный интерес инопланетян. Они, по всей видимости, в первую очередь контролируют нас. Где какие-то социальные конфликты, или межнациональные, или межгосударственные конфликты. Ну, так, если подумать, наверное, контролируют нас и не хотят, чтобы на Земле что-то страстное случилось. Подводный крейсер стратегического назначения нес боевую службу. Вячеслав Апанасенко стоял на вахте, как вдруг все приборы субмарины стали показывать наличие циркуляции, хотя к рулям никто не притрагивался. Мои опросы штурмана вахтенного, других служб, они привели к тому, что никто ничего не включал, не выключал, никаких регламентных работ не проводилось. Но было полное ощущение, что мы по чьей-то чужой воле циркулируем. Советская подлодка изменила курс почти на 320 градусов. Но потом неожиданно вернулась на прежний курс. Это явление ни тогда, ни сейчас невозможно объяснить ничем иным, кроме как вмешательством неизвестных аномальных сил. Первая причина это вызвало бы комиссию, нам бы приехало бы вскрывать какие-то наши неправильные действия или там еще что-то. Вторая причина мы просто не хотели выглядеть смешными или сошедшими с ума подводниками на боевой службе с баллистическими ракетами. Второй случай встречи с непознанным также произошел в Атлантике. Это было чуть севернее Бермудского треугольника. Подводная лодка, двигаясь на глубине около 180 метров, неожиданно столкнулась с каким-то объектом. Моряки полетели со своих мест. Незакрепленные приборы оборудования ЗИП также попадали на пол субмарины. Удар был реальный, но какой-то странный. Мягкий, как бы скользящий. Вернувшись в базу, мы, конечно, об этом происшествии доложили. Было записано в Атинный журнал, потому что мы думали, что будут какие-то повреждения легкого корпуса. И непременно этот факт никак не скрыть. Лодка стала в док. Каково же было удивление, когда при осмотре судна никаких следов столкновения обнаружено не было. Привидеться такое мореходам не могло. 150 человек не могли одновременно испытать удар такой силы, чтобы потерять равновесие. Тем более, что это произошло во время учений советской военной группировки. По данным нашей разведки, в этом районе не фиксировались никакие иностранные подводные лодки. Естественно, точно, совершенно достоверно известно, что не было наших подводных лодок. Ну и даже скользящий удар от столкновения с такими вот реальными объектами, он, конечно, привел бы к оставлению каких-то последствий. Предположение о том, что подлодка столкнулась с китом, также маловероятное. На глубину в 180 метров киты не погружаются. Еще в 60-х годах прошлого века в американской военно-технической и научной литературе появился термин «квейкер». Оказалось, что это источники неких колебательных процессов, связанных с подводными излучениями. Американцы занимались изучением, но в то время они не могли предположить, что это относится к инопланетным излучениям. Они считали, что, как и наше, кстати, военно-политическое руководство считало, что вот эти все подводные излучения, которые встречали и которые воздействовали на экипажи наших подводных лодок, это есть по всей вероятности плод какой-то научной деятельности, противолодочной деятельности, вероятного противника. По докладам советских командиров подводных лодок и экспертов, был сделан вывод о том, что квейкеры имеют единую электромагнитную природу. Одинаковые волны исходили от воздушных и подводных неопознанных объектов. Были зафиксированы факты вылета НЛО из подводы в атмосферу и наоборот. Мы тогда не могли предположить даже и не могли вслух высказать о том, что они имеют такую единую электромагнитную природу существования воздушных объектов и подводных объектов. Это во-принципе одни и те же объекты, которые могут действовать в обеих средах. Сейчас это считайте почти достоверно подтверждено. Бороться с излучением квейкеров невозможно. Но реально установить причинно-следственную связь между их воздействием на организм человека и летучими голландцами, покинутыми кораблями. Их стали замечать еще в 18 веке. Мореходы находили абсолютно исправные, но без экипажей суда. Были даже более такие вопиющие факты, когда даже встречали этих когда обед все приготовлен горячий камбус, а никого на борту нет. Поэтому воздействие вот этих излучений инфразвуковых на организм человека это крайне негативно и бороться с ним почти невозможно. Объект излучения радиоволн может находиться где угодно. А сами они распространяются на несколько тысяч километров. Кстати говоря, в Средиземном море тоже и недалеко от тех мест, которые утверждали, что Одиссей слышал этих сирен. внутренне внутренне состояние меняется. Под воздействием этого волнения многие люди испытывают какой-то подъем, какую-то эйфорию. То есть есть ощущения. Они необъяснимы, но они есть. Это могло быть только под влиянием излучений, каких-то колебаний. Ученые утверждают, что на Земле есть зона с опасной отрицательной энергетикой. Каждые 11 лет она вырывается наружу. И это совпадает с солнечной активностью. Именно в эти периоды случаются авиакатастрофы и аварии на морских судах. Удивительно, но неопознанные объекты оказываются неподалеку от мест аварий и крушений, словно пытаясь предотвратить их. Энергетика, которая воздействует на приборы, они начинают показывать все, что угодно. Они воздействуют энергетикой на мозги человека. Он может и потерять сознание на кратковременную все, что угодно. Особенно, если это явление в сложных условиях. Массовое появление НЛО вынудило военных создать в вооруженных силах подразделения по сбору информации и анализу действий. И первое из них появилось в разведывательном управлении главного штаба военно-морского флота СССР. Группы по исследованию аномальных подводных явлений были созданы на всех четырех флотах Северном, Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском. У нас была широкая база для подтверждения этой информации и мы ей очень так-то успешно пользовались. Поэтому информация у нас, которая поступала от кораблей военно-морского флота, она всегда могла быть проверена. Она поступала в более таком качественном виде. Вскоре создание спецгруппы принесло свои плоды. Появилась важная оперативная информация о деятельности НЛО. Она касалась гидросферы и подводной среды. Все эти случаи были подтверждены и доказаны офицерами подводного флота, а также экипажами промысловых и торговых судов. Сведения касались обширной территории. Советский флот насчитывал около 10 тысяч единиц кораблей, ходящих по всем океанам и морям. В Атлантике встречалось значительно больше обнаружений. Ну, во-первых, Северный флот был таким нам более доступным. Северный флот очень много информации нам приносил. Более того, авиация, которая постоянно летала с Северного флота на Кубу в те районы, они тоже вносили свой серьезный вклад. корабли советского ВМФ, которые ходили в Западную Атлантику, установили, что наиболее мистическим местом является Саргасово море. По данным разведчиков, там постоянно происходили необъяснимые с точки зрения логики вещи. Факты также говорят об исчезновении в этом море множества кораблей и самолетов. Статистика такова, что действительно в этом районе погибло больше судов и летательных аппаратов. Но если мы посмотрим на пути авиационные и морские, то мы видим, что Саргасово море это как раз сгусток или пересечение таких путей. Эксперты считают, что на его территории находится самая глубокая впадина в Атлантике. Ее еще называют Пуэрто-Риканское. Есть версия, что в этом месте навечно скрыта Атлантида. И кто знает, может именно там расположены подводные базы неопознанных объектов. Под водой есть подводные объекты с колоссальной скоростью передвигающиеся. Ну, там до 300 узлов, это почти 600 километров, где-то там в пределах 600 километров в час. Это как аэроплан, как самолет летит под водой. Ну, что, принципиально, может быть, это и возможно. Если там создать определенные условия, ну, то есть какая-то воздушная капсула и плазменная капсула. После военные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они доказывают, что немецкие ученые занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Общество Аненербе, в переводе наследие предков, самая загадочная организация Третьего рейха. Само Аненербе, которое создавалось изначально, до войны, это было общество, которое отвечало тому самому названию наследия предков, которое переводится с немецкого как Аненербе. И, значит, оно сделано было в рамках СЭС, создано, и должно было заниматься исследованием истоков германской нации. Это одно из направлений, но это главное направление. Истоков германской нации. То есть, там были созданы очень большое количество отделов, которые занимались различными направлениями исследований. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. Это единственная в истории структура, которая исследовала магию и мистику при поддержке и финансировании государства. Именно специалистам Аненербе и было доверено создать оружие и корабли принципиально новой мощности и конструкции. Конечно, мы знаем, что в Аненербе было такое направление по изучению каких-то сверхъестественных вещей. И нельзя забывать, что особенно Гиммлер был большим сторонником изучения этого. Он, например, организовал такие известные экспедиции в Тибет, где нашли любопытные артефакты. Но нельзя забывать, что в принципе ракеты на тибетских рисунках и в чертежах это абсолютно разные вещи. действительно фактические человеческие знания получат. Немецкие инженеры отдавали себе отчет, что будущее нации связано с технологиями и фундаментальной наукой. За несколько лет ученым удался симбиоз делового прагматизма и мистицизма. Вот это рисунок летательного аппарата с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Есть мнение, что именно этот аппарат стал прообразом будущих летающих дисков. К 1932 году была построена первая модель. А в 1939 году в воздух поднялся опытный образец диска Врил с совершенно новым двигателем. В конце 1942-го полетел первый легко вооруженный диск Врил-1 Ягер диаметром 11,5 метров. Некоторые историки утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Вторая мировая война подтверждает это. У немцев уже были созданы эти летающие тарелки. Честно говоря, опять-таки не вдавался в детали и не интересовался этой проблемой, откуда у них эти знания. Хотя у них была программа, наверное, вы знаете, Амбрамбэбэ, где там искали все потустороннее и на Тибет, и Гималайи, и прочие районы севера нашей страны изучались там под разными предлогами, под совместными советско-германскими всякими экспедициями научными. И все же в Анненербе работали лучшие ученые с мировыми именами. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов Анненербе занимались математикой и астрономией, генетикой, медициной и магией. Разрабатывали нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотронного воздействия на массы. Это огромный совершенно конгломерат различных отделов, которые действовали в принципе довольно суверенно и у них не было какой-то общей программы. То есть они производили большое количество исследований по совершенно разным направлениям, связанных с условно говоря воссозданием германского духа. Они углублялись в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучали паранормальные способности людей. Одна из главных задач, которую ставили перед собой специалисты Анненербе, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными или как их называли умами внешними. Цель получения от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. По некоторым данным подобный контакт состоялся. Откуда получил от трейтера их? Я полагаю, что это не связано с некими центрами. Я полагаю, что они занимались обратным инжинирингом, то есть в лучшем случае, если таковое было, имело место, скажем так, то они занимались тем, что пытались сопрячь древнюю мифологию какую-то, пропустить ее сквозь сито рационального измерения и попытаться реконструировать или создать некую действующую рабочую технологию на основании этого. Развитие техники в Третьем Рейхе осуществлялось по четырем направлениям. Первое это было ракетостроение, которым руководил Вернер фон Браун. Второе атомный проект под началом Курта Дипнера, Вальтера Геллаха и Вернера Хайзенберга. Третье направление все, что связано с инфракрасным излучением и системами предупреждения бомбардировок. И четвертое направление, конечно же, это самолетостроение. где осваивались новейшие современные технологии. Например, реактивные двигатели, которые ставились на Мессершмитт 163 и Мессершмитт 262. И другие современные средства для войны в воздухе. фрагменты технические инновации. 12 июля 1943 Советский Союз. Местность недалеко от деревни Прохоровка Белгородской области. Решающий момент крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. Битвы на Курской дуге. На земле тысячи танков и десятки тысяч орудий. В воздухе тысячи самолетов боевой авиации. Но внезапно в небе возникает нечто неопознанное. Огромный серебристый объект в форме диска. Долгое время он висит неподвижно над полем боя. НЛО не производит никаких действий и в какой-то момент просто исчезает. Советские командиры уверены, что наблюдали новый аппарат противника. У немцев успехи были неплохие. У них летающие тарелки были двух типов. Одни с летчиком, а другие беспилотные. Одну такую тарелку нашли на Шпицбергене, значит, она видимо на автопилоте там упала и воткнулась. По итогам Второй мировой войны в США оказалась значительная часть инженеров Третьего Рейха во главе с Вернером фон Брауном, желающих продолжать проектировать удивительные летательные аппараты. Исследователи единогласно признают, для того, чтобы довести дисковидные корабли до серийного производства, Третьему Рейху не хватило времени. Те модели, которые были созданы немцами, могли работать только в воздушной среде. Или же, по крайней мере, производить полеты над твердой и водной поверхностью. Но чьи же тогда аппараты в любой среде этой планеты совершают фантастические маневры? В околоземном пространстве присутствует масса объектов скажем так, неестественного, а скорее искусственного происхождения, для меня это факт. Другой вопрос, какова природа этих объектов? Это вопрос открытый. Развед службы ведущих мировых держав располагают огромным количеством секретных досье, где содержится исчерпывающая информация о том, какие же неведомые силы посещают нас. Но почему-то эта информация тщательно скрывается от широких масс. Я как-то просматривал по интернету фотографии НЛО, и там видеофильм снят, над пальмами пролетает три летающих тарелки. Причем очень близко снято с деталями. Во-первых, эти летающие тарелки сделаны в Америке. Возможно, использовали чертежи немцев. Они строили эти тарелки и летали. И полет у них аэродинамический. Я предупредил. Я как летчик сразу же увидел, что они разворот выполняют с креном. Однако не все так просто. 30 декабря 1947 года госсекретарь США Форестл подписал декрет о создании при авиабазе Рай Паттерсон специальной группы по исследованию НЛО. К работе были привлечены лучшие американские ученые. В их задачи входил сбор, анализ поступающий из разных мест информации об НЛО и по возможности определение принадлежности этих загадочных объектов. В 1947 году упал спутник НЛО и там было три мертвых человека инопланетянина и один долго жил целый год. И вот он этот главком Венделл Стивенс его фамилия он вывозил на своей машине на большом самолете вывозил их оттуда. В ноябре 1985 года президент США Рональд Рейган на встрече в Женеве с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым неожиданно заговорил об угрозе инопланетного вторжения на Землю. Американский лидер фактически предложил забыть о холодной войне и объединить усилия перед лицом гипотетического удара из космоса. В протокольной записи Женевской беседы Рейгана и Горбачева говорится, что генсек ответил президенту цитатой из Библии. К сожалению, не сказано какой имени. Михаил Сергеевич попробовал отшутиться. Однако Рейгану было не до смеха. Есть версия, что вся военная программа США «Звездные войны» была направлена не на коммунистическую державу по другую сторону океана, а на распоясавшихся незваных гостей. У американцев сейчас это все на государственном уровне. Военно-политическое руководство основных мировых стран держит руку на пульсе. И Шерейган говорил, что они могут уже быть среди нас. Это он официально заявил на сессии ВОН. А у нас, к сожалению, довольно-таки прохладное отношение к перспективам каких-то... Надо уже сейчас думать, как строить взаимоотношения с возможными вот этими проявлениями инопланетных посещений. Подчас создается впечатление, что НЛО земного производства, если они и были созданы немцами или американцами, маскируют под инопланетные воздушные суда. А те, в свою очередь, маскируются под земные летательные объекты. Подобные феномены описаны в книге американского уфолога Джона Килля. Например, вот НЛО могут там мимикрировать под самолеты и так далее, и тому подобное. Где здесь зерна, где здесь плевелы? С этим надо работать, собственно. Вот немцы с этим, судя по всему, очень плотно работали. И вот тут как бы, да, германский прагматизм, он окупился. Этот опыт необходимо изучать, тем более, что большая часть архива Анненербе находится в России. Однако, за 67 лет, что прошли с окончания Второй мировой войны, России так и не удалось организовать системное исследование этого архива и исследование вообще в области тайных и мистических знаний. Они работали с пограничными цивилизациями. Кто они, эти пограничные цивилизации? Как они на них выходили, это загадка для меня и загадка, может быть, и для других обыкновенных людей. Тема инопланетных посещений уже полвека остается окруженной совершенно непроницаемой, беспрецедентной по плотности завесой секретности. К некоторым данным не допущен даже президент США и директор ЦРУ. Возможно, те политики, которые со смехом говорят о зеленых человечках в летающих тарелках, как о современном фольклоре, просто не в курсе происходящего. Или наоборот, поддерживают этот глобальный миф об одиночестве человека во Вселенной, чтобы не допустить массовой паники и пересмотра исторических событий. Кто знает, возможно, Земля уже давно захвачена внеземными пришельцами. А может, они просто оберегают человечество. Так, кто же на самом деле появляется в небе и будуражит умы любителей фантастики? Одни скажут природа, другие – всевышний. И только скептики скажут все это фантазия. Как видите, есть три варианта ответа, но правильный ответ каждый должен выбрать для себя сам. отец. Продолжение следует... Продолжение следует...